Покетбук Компания Покетбук в этом году просто вырвалась в гонки инноваций, представив сразу несколько уникальных ридеров. Так, некоторое время назад мы тестировали самый защищенный в мире Покетбук Аква. А теперь к нам на обзор попал первый в мире электронный ридер с камерой. Хотя, это всего лишь одна из особенностей Покетбук Ультра. В своих экспериментах разработчики пришли к новому дизайну, отличному от узнаваемого классического внешнего вида ридеров Покетбук. Для отделки корпуса был использован металл с анодированной текстурой. В отличие от любого другого устройства компании, где уголки всегда были закруглены, тут верхние углы почти острые. Рамка вокруг дисплея очень тонкая и аккуратная. Такой подход обеспечил компактность. Ридер крайне миниатюрный для своих 6 дюймов. От прорезиненного пластика все же осталось напоминание в виде окантовки дисплея в духе старых устройств. Под экраном установлены аппаратные кнопки, обозначенные крошечными геометрическими фигурками и стрелочками. На нижней грани расположены гнездо для наушников, кнопка включения, разъем microUSB, слот для карты памяти microSD. На стыке грани находится ушко для ремешка на запястье. На тыльной стороне по бокам дополнительно установлены две кнопки для перелистывания. А еще большим сюрпризом стала камера, да еще и со вспышкой. Это расположение как минимум неудобное, ведь большинство людей, фотографируя, держатся как раз за два нижних угла. Остается надеяться, что такое решение будет оправданным. Pocketbook Ultra поставляется в трех цветах – белом, коричневом и изумрудном. Он очень тонкий – 8 мм и практически невесомый – 175 г. Шестидюймовый экран выполнен на основе новейшей технологии E-Ink карта, которая на 50% контрастнее предшествующей технологии E-Ink Pearl. Разрешение экрана составляет 1024 на 758 пикселей, а плотность – 212 dpi. Также разработчики не забыли установить подсветку для любителей читать в темноте и возможность сенсорного ввода с поддержкой мультитач. Дисплей неплохой, у него хорошая контрастность и обновления страниц происходят качественно и быстро. Высокую скорость работы и обновления страниц обеспечивает процессор с тактовой частотой 1 ГГц и с 512 мегабайтами оперативной памяти. Внутреннее пространство составляет 4 ГБ, его можно расширить при помощи карты памяти до 32 ГБ. Кроме этого, новинка имеет встроенный модуль Wi-Fi для подключения к социальным сетям и просмотра веб-страниц, а также покупки книг в фирменном магазине Bookland. Аккумулятор емкостью 1500 мАч в обычном режиме ридера продержится около месяца или же позволит пролистать до 8000 страниц. Если вы захотите включить подсветку, то это время сократится почти вдвое. А при включенном модуле Wi-Fi и прослушивании музыки заряда хватит на недельку. После первого запуска ридера сразу удивляешься новому и непривычному интерфейсу. Он отдаленно напоминает современную систему Google Android. Есть стартовый экран, меню приложений, а также шторка, открывающая доступ к общим настройкам, триггеру Wi-Fi, диспетчеру задач, поиску и активации подсветки. Но это все та же система на базе Linux, чуть измененная и усовершенствованная. На стартовом экране по-прежнему отображаются обложки последних открытых книг, которые теперь можно листать, а также последние обновления вместе с иконками библиотека, магазин и камера. В настройках доступна персонализация, информация об устройстве, выбора языка, аккаунты и синхронизация, настройки даты и времени, установки камеры, экономия заряда и прочие настройки, объединенные в пункт обслуживания. Страницы книг можно листать не только нижними центральными кнопками, но также клавишами, расположенными на тыльной стороне. Также страницы можно перелистывать при помощи сенсорного дисплея. Меню настройки в интерфейсе книги можно вызвать, нажав квадратную кнопку, самую правую, а если ее зажать, включится подсветка. На ридере уже предустановлена библиотека. Фирменная фишка компании Pocketbook. И он по-прежнему распознает огромное количество форматов. В Pocketbook Ultra установлена 5-мегапиксельная камера со вспышкой и автофокусом. По утверждению производителей, эта возможность пригодится для сканирования документов, для их последующего чтения. В интерфейсе камеры вы будете видеть полосочки и точки, а вот уже когда сделаете снимок, получите картинку с шестнадцатью градациями серого цвета. Если скинуть изображение на компьютер, увидите цветную картинку с хорошей детализацией, слабой контрастностью и низкой экспозицией. Снимать документы крайне сложно, а читать практически нереально. Остается надеяться, что это лишь первый шаг компании в этом направлении, и в дальнейшем устройства будут доработаны. Внешне просто идеальны, в использовании требующие привычки. Вот такой новый флагман от компании Покетбук. Он действительно отлично собран, работает быстро, но запускается слегка туговато. А что касается камеры, то может быть кому-то она действительно пригодится.